Небывалое по своему масштабу событие было в Париже. Горел Нотр-Дам-де-Пари. Это главный собор христианской веры. В нем хранится ковчег завета, который таскали за собой выдуманные историками евреи. В этом же соборе хранятся гвозди, которыми те же евреи прибили выдуманного Христа к кресту. Здесь же расположена героическая аллея библейских патриархов, которые якобы ведут мир к процветанию. К своему процветанию. Честно говоря, событие не ахти какое. Недавно горел Центробанк России, никто даже не икнул. Правоохранительные службы даже не стали заводить уголовное дело. По крайней мере об этом не сообщили. А чуть ранее вообще снесли две башни торгового центра в Нью-Йорке. Все списали на мусульман, а излишне подозрительных граждан тихонько постреляли или остудили их пыл угрозами со стороны государства. Так что в этом России США идут ноздря в ноздрю. И вот теперь к ним добавилась Франция. Этот поджог известнейшего христианского храма, тоже проделки масонских заговорщиков. Те, кто верит в случайность тотального возгорания, пусть сделают себе бутербродик, ударятся о телевизор и идут спокойно спать. А с остальными давайте разберем, что же в итоге случилось. Итак, изначально Нотр-Дам-де-Пари, это храм языческого бога Юпитера. Никаким христианством здесь даже не пахло. До еврейской Великой революции. До нее на фронтоне храма стояли изображения языческих богов, которых революционеры разрушили и вместо них поставили своих еврейских патриархов. Это официальная история, и она известна всем. Это была обычная оккупация библоистами цивилизованного языческого города. А они нам все твердят, миссионеры, миссионеры. Чем был Париж в старину? Это маленькая деревенька, куда в свое время перенесли центр культа христианства. До переноса этот центр находился в Санкт-Петербурге. Питер и был тем самым изначальным Парижем. И поэтому в Питере и в Париже стоят храмы Юпитера. Слово Париз обозначает множественное число тех, кого в древности называли париями. Это были изгои, которых изгоняли из общества. В русском языке осталось однокоренное слово парень, а также есть сленговые слова парить, то есть гнать чепуху, ложь, врать. И парить, выгонять пот. Париж, это была столица изгоев, изгнанных из Питера. Да и сам Питер поныне остается городом изгоев. Имя Питера, Санкт-Петербурга, означает святая птица. Это то же самое, что Нотр-Дам на французском языке. Нотр-Дам означает птица богини. Поясним, о какой птице идет речь? Многие не знают, кто такой Юпитер. Сейчас установилось представление, что это якобы отец всех богов или типа того. На самом деле Юпитер из Петербург, это одно и то же название. И дано оно городу в честь великой богини священной, святой птицы. Я уже говорил о ней. Это, та самая уточка, птаха, которая породила наш мир. Поэтому именно уточке была посвящена столица, поставленная на периферии цивилизации. Уточка, это женщина, которая приходится парой-мужчине. Женская половина всегда была на отшибе, поэтому женщины всегда были изгоями и отселялись на периферию цивилизации. Собственно, поэтому и Париж стал столицей женской моды и красоты. Париж, это город-напарниц мужей, город-женщин, которые станут парами-мужчинам. Поэтому и в Питере, и в Париже есть институты благородных девиц. И именно поэтому в Нотр-Дам центром экспозиции стало изображение Девы Марии, богини смерти, которая, тем не менее, породила весь этот мир. Две башни Нотр-Дама олицетворяют врата, портал на тот свет. Этот символ универсальный, и его используют по всему миру одинаково. Этот же символ является изображением ног Девы Марии, а ворота, расположенные между башнями, являются входом в ее влагалище. Такая символика хорошо известна и в частности, она использована в геркулесовых столбах. Эти испанские столбы являются ногами геркулеса. У испанцев он мужчина, от такого извращения и расцвели геи в Европе. Когда построили Париж и Нотр-Дам, по официальной ложной хронологии, давно, там Сипа, некие римляне отметились. Несмотря на численность города всего в 50 человек. Ну для библейских историков такая ложь нормальна. Более или менее реально отселение изгоев из Питера на место современного Парижа состоялось в начале 19 века. Называется это операция, изгнание Наполеона. Русские войска гнали в будущую Францию женщин, чтобы там в Париже, создать новый центр женской религии, христианство. Этот центр переместился в Париж, из Питера вследствие того, что небо над землей вращается со скоростью четверть оборота за 259 лет. Я уже об этом писал в своих книгах, подробнее узнать можете из них. Женщин везли на выселки, чтобы они развивали новые земли. Европа начала заселяться только в 19 веке. На этой территории не было ничего, поскольку она была под льдом. Поэтому в Москве Кремль перекладывали уже раз сто, а в Европе, типа, все дома по тысячу лет стоят, и камешка с них не падает. Переселив женщины из Питера в Париж, русские солдаты и стали строить этот город. Это тоже известно. И Елисейские поля, как символ павших в боях, то есть поле мертвецов, построили тоже русские солдаты. Даже так называемую Эйфелеву башню построил Шухов, утыкавший пол России своими аналогичными изделиями. Нотр-Дам-де-Пари библоисты захватили в начале 20 века, когда по всему миру полыхали Красные еврейские революции. Одна из них была в России в 1917 году. Представление Нотр-Дама в качестве христианского центра было нужно для того, чтобы показать той части мира, что возможность оживления существует, и Христос – свидетель такой манипуляции. Повторюсь по официальным данным, возникновение христианства в мире – это 1934 год. А все старинные байки ковались уже после этой даты. Теперь о причинах пожара. За прошедшие годы небо опять повернулось, и теперь точка центрального женского храма переместилась в Африку, в старый добрый Карфаген и в современную Ливию. Вы увидите, как за небольшое время мировое прогрессивное еврейское сообщество нашпигует эту территорию тем же самым, что было в Париже. А в самом Париже останутся только те, кто помнит былые времена. Как в современном Питере остались только дамы из прошлого. Вся эта канитель с мировыми пожаром – это часть библейского культа. Почитайте Библию, в ней все расписано. Надо только уметь читать символы. Теперь поясним, почему этот пожар является актом закрытия христианства. Дело в том, что Париж был меккой христиан, которые, как я уже сказал выше, должны были в этом городе и в соборе Нотр-Даму веровать в реальность воскрешения из мертвых. Но в последнюю сотню лет мертвецов заменили роботами. Их выпускают в Юго-Восточной Азии и в Северной Африке, в подземных лабораториях того самого Карфагена. Перенос женского религиозного центра из Парижа в Карфаген означает, что божественная жена теперь будет рожать не воскрешего человека, а робота. И эта жена будет уже не женщиной человеческой, а маткой типа завода по производству кукол. Об авторе. Андрей Тюняев. Главный редактор политического журнала «Президент», член Союза журналистов России, член Союза писателей России, член Русского географического общества, член Российского философского общества, член Императорского православного палестинского общества. СОТС Постс. Смотрите самые важные и интересные новости на нашем канале. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.